Шоколадный торт на кефире. Шоколадный торт на кефире, нежные коржи и вкусный крем. Рецептов шоколадных тортов на кефире существует очень много, и у каждой хозяйки есть свой любимый. Один из простых рецептов, сочетает в себе влажные коржи, испеченные на кефире с масляным кремом на сгущенном молоке. Такой торт получается очень вкусным, и всегда расходится на любом праздничном столе за считанные минуты. Состав рецепта на 8 портс. Пшеничная мука 450 граммов. Куриные яйца 2 штуки. Сахар 200 граммов. Кефир 200 миллилитров. Подсолнечное масло 5 стол. Л. Какао-порошок 3 стол. Л. Сода пищевая 1 чайн. Л. Уксус 0,5 чайн. Л. Сливочное масло 250 граммов. Сгущённое молоко 350 миллилитров. Грецкие орехи 50 граммов. Курага 50 граммов. Чернослив 50 граммов. Тёмный шоколад 100 граммов. Конфеты 50 граммов. Ванилин 1 грамм. Шаг 1. Готовим ингредиенты. Шаг 2. Вбиваем в миску 2 крупных яйца. Шаг 3. К яйцам добавляем сахар и какао. Шаг 4. Тщательно взбиваем венчиком или миксером, чтобы сахар полностью растворился. Шаг 5. Вливаем в смесь кефир, лучше использовать холодный сразу из холодильника. Перемешиваем венчиком. Шаг 6. Вливаем подсолнечное масло, перемешиваем. Шаг 7. Добавляем соду, гашенную уксусом. Шаг 8. Всыпаем частями муку, просеянную несколько раз через сито для обогащения её кислородом, и аккуратно перемешиваем. Шаг 9. Даем тесту постоять около 20 минут, чтобы тесто хорошо обогатилось углекислым газом, за счет реакции кефира и соды, гашенной уксусом. За это время прогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Шаг 10. Форму застилаем фольгой, смазываем её подсолнечным маслом и выливаем в неё тесто. Выпекаем около 20 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Шаг 11. Когда корж испекится, вынимаем его. Даем ему немного остыть, разрезаем его вдоль на два. Края обрезаем, они нам понадобятся для обсыпки. Шаг 12. Готовим крем. Сгущённое молоко взбиваем блендером со сливочным маслом и щепоткой ванилина. Кто любит послаще, может добавить сахарной пудры. Шаг 13. Курагу, чернослив и орехи тщательно промываем, нарезаем на небольшие кусочки. Собираем торт. Один корж смазываем кремом, посыпаем черносливом, курагой и орехами. Шаг 14. Шоколадку натираем на крупной тёрке. Шаг 15. Накрываем вторым коржом. Смазываем сверху кремом. Присыпаем сверху из боков измельченными крошками и тертым шоколадом. Шаг 16. Украшаем конфетками, маковыми цветочками или любыми другими по желанию. Торт оставляем на ночь в холодильнике для пропитки. Приятного чаепития!